А 21 января вблизи Мариупольского лыжного спуска Аляска прошли военно-исторические командные маневры «Лед и Сталь». На листалище вышли 25 молодых людей, облаченных в доспехе воинов XIII-XV веков. Начались лицарские поединки с показательного выступления, а затем следовали соревнования команд. За ходом зимних маневров наблюдала Мария Кляшева. Субтитры создавал DimaTorzok Горожане наблюдали за ходом битвы, которая развернулась на окраине Мариуполя. Здесь происходит местный отбор для участия в команде, которая, возможно, поедет на международный фестиваль военно-исторический, который проводится в Хотинской крепости, он называется «Битва наций». Сегодня здесь два мариупольских клуба, военно-исторические клубы, клуб «Эхтиар», а также клуб «Ведроджиня» город Мелитополь. Организовали мероприятия для того, чтобы в зимнее время года, когда мероприятий мало, бойцы могли поддерживать хорошую спортивную форму, подготавливаться к международным историческим фестивалям. Бои проводятся по международным правилам Федерации исторического фестиваля. То есть победившим считается боец, который остался на ногах. Как сказал Сергей Евтеев, бои проходят в командных зачетах, бои пятерок. И перед ними ребята провели показательный бугурт, а также конкурсы, рассчитанные на развлечение публики. Константин Сугак на ресталище вышел впервые. Исторической реконструкцией он занимается всего месяц. Доспехи воина-кочевника Золотой Орды сделал самостоятельно, всего за три недели. Сегодня был первый бой, страшно, очень страшно, но нравится. Оказалось даже легче, чем представлял, намного легче. Просто страшно идти на стенку, а потом уже глаза боятся, руки делают. Помимо мариупольцев в этом году в зимних маневрах участвовали и гости из Мелитополя. У нас клуб занимается полностью реконструкцией скифов Южного Причерного моря. То есть доспех, допустим, у меня скифский, но больше похоже на сармазская катафрактария, то есть конный воин. Вес доспеха 37 килограмм. Поскольку командные маневры – это не реконструкция какого-либо исторического сражения, участники сами выбирают эпоху и род войск. Здесь в основном представлено, ну сначала, как бы, это Европа, 15 век, середина 15 века бойцы. Второе направление – это Русь, начало 13 века. Значит, два бойца, в том числе и я, как бы, это Золотая Орда и армия Тамерлана, начало 13 века. Этот доспех достаточно легкий, и он, в принципе, специально сделан для боя в тяжелых погодных условиях. Он весит 16 килограмм. Я его делал три месяца. Это, если каждый день уделять по два-три часа. Вообще тяжелая работа, кропотливая, конечно. Современные технологии этот процесс весь ускоряет, но все равно это очень тяжело. Основное условие таких соревнований – все доспехи должны быть сделаны с исторической точностью. Поэтому ребята порой не один месяц изучают снаряжение средневековых воинов по книгам, гравюрам, музейным экспонатам. Славянский доспех, если брать точнее, 12-13 век, мастерская Гомеля. Это ламеллярный доспех, кожаные пластины с металлическими, нашнурованные на кожаные шнурки. Ну, где-то километра полтора шнурка. А что такое? 7 килограмм. Корпус вот этот только 7 килограмм. Шлем, ну, где-то килограмм, может, полтора, не больше. Ну, и рукавичка чуть-чуть совсем. Немало времени занимает и подготовка к бою. Даже опытным фехтовальщикам одеть массивное снаряжение не так-то просто. Особенно, если доспех совсем новый, а на дворе мороз, ветер. Минут 10 на доспех, ну, чтобы задоспешиться, но это если уже доспех подогнанный и не первый раз одевается. Первый раз, ну, в два раза больше примерно. Каждый ремешочек, каждый нужно подогнать, привыкнуть как удобнее. Большинство таких состязаний проводятся в теплое время года. Зимние баталии – настоящее испытание для настоящих мужчин. Доспехи быстро остывают, да и сражаться на утоптанном снегу в рыцарском облачении не так-то просто. В таких погодных условиях я участвую первый раз. В основном это все лето, весна, осень. Да, немножко тяжело, холодно, металл охлаждается сильно. Но, в принципе, в бою все жарко. По итогам командных соревнований первое место завоевала сборная Мелитополя и Мариуполя. А в завершении участники турнира продемонстрировали специально для зрителей бег по щитам – любимое походное развлечение варягов. Мария Кляшева, Андрей Бабкин. Программа «События недели». Редактор субтитров А.Семкин